Девушки отдыхают Мужчину к отказу от прохождения курса химиотерапии и вынудила написать завещание на свое имя. Сумеет ли вдова умершего вернуть утраченное имущество? Вы только ждали, пока я сдохну. Ты надеялся, что я сдохну, а ты будешь спокойненько себе жить со своей квартирой. Патчерица издевается над мачехой. Новое развитие сказки печально выглядит в жизни. Мачеха стара и больна, а приемная дочь сильна и весела. Кто победит в этой войне? Так, вы просите разделить имущество? Да, обязательно. Мы даже ложки будем делить. И крупную, и сахар. Я с ними буду все делить. Мужчина заключил фиктивный брак. Теперь две жены ежедневно скандалят и шантажируют его чужими детьми. И от них не укрыться ни в Африке, ни в Антарктиде. Истец предъявляет иск о признании ответчика недостойным наследником. Ответчик иск не признает. Утверждает, что оказывало умирающему необходимую поддержку. Пожалуйста, истец, я вас слушаю. Здравствуйте. Ваша честь, я прошу признать ответчицу недостойным наследником. Мой умирающий муж от онкологического заболевания завещал половину нашей трехкомнатной квартиры ответчицы, совершенно незнакомому ему человеку и неродному, обидев свою жену, с которой я прожила с ним 11 лет. Он меня обидел, ей половину квартиры оставил. И она в корыстных целях так запудрила ему мозги, что он отказался от лечения, рекомендованного врачами. И что послужило причиной его смерти. Он умер в 45 лет. Три месяца назад он прошел два курса химиотерапии. Ему второй курс дался очень тяжело. И третий курс был бы для него ударом. Я по этому поводу беседовала с подругами. И решила обратиться к психоэнергетику. Я слышала, что ответчица занимается практиками, настройкой биополе и всякими такими шаманскими практиками. И пять сеансов у нее безумно дорого стоили. Это 20 тысяч рублей. За пять сеансов она так заморочила ему голову, что он продлил лечение, которое мы не рассчитывали продлевать. Он даже поехал к ней в загородный дом для продолжения дыхательных практик. Что это вообще такое? Продлил лечение с ответчиком или вернулся в клинику на третьей курсе? Нет, лечение с ответчиком она проводит в загородном доме, якобы, как сначала мы не предполагали. По собственному желанию поехал. Затем я звонила. После четырех дней. Хотела его вызволить оттуда. А, то есть он уехал туда? Да, он уехал. Уехал и оттуда не приезжал. Не приезжал, знаете, сколько? А кому и зачем? Два с половиной месяца. И они мне говорили, что все идет хорошо. Когда пришло уже время идти на третий курс, он меня ошарашил. Он сказал, все, я не буду лечиться, мне и так все помогает. То есть ее практики помогали. После двух с половиной месяцев он оказался в больнице. Она мне уже сама позвонила и говорит, забирай, типа, своего муженька. Он как мертвец выглядел, понимаете? Я была в шоке, как мертвец. Они мне все говорили по телефону, что он хорошо выглядит, что дыхательные практики помогают якобы. И через два-две недели он умер. Но это еще не все. Оказалось, что он написал на нее завещание половины нашей трехкомнатной квартиры. И еще не все. А в какой еще не все? Деньги были сняты с его банковского счета за месяц до его смерти. Деньги были на его счету. Семьсот тысяч, понимаете? Он имеет полное право распряжаться ими по своему усмотрению. Это не твое дело. Семьсот. Огромнейшая сумма. Больной человек. Что он там? На лекарства? Нет, он... Семьсот тысяч рублей. Что-то еще желаете пояснить? Я не намерена с ней делить. Эту собственность, это моя. И я бы хотела, чтобы ее признали недостойным. Наследником. Потому что это нечестно было сделано. Он мог вообще быть не в себе. Потому что все-таки онкология это серьезная болезнь. Но тем не менее, иск у вас заявлен о признании ее недостойным наследником. Вы не оспариваете завещание в данном процессе, насколько я понимаю? Документы передайте, пожалуйста, через судебного пристава. Так, ответчик, теперь, пожалуйста, вы скажите мне ваше отношение к иску. Иск признаете? Нет, конечно. Нет, конечно. Ваша честь. Ну, расскажите об обстоятельствах дела. Ваша честь. Как познакомились? Как лестели? И сейчас она лукавит, что мы с ней знакомы шапочно. Мы очень хорошо с ней знакомы. Именно она упросила меня поработать с ее мужем. А он не хотел этого, но она и его уговорила. Она меня называет шарлатанкой. Но все-таки психологическую поддержку умирающему человеку я оказала. Но он отказался от лечения. Иначе он не прожил бы со мной практически до самой смерти. Его никто не удерживал. Это было его желание. А может быть, удерживали? Мы не знаем, как она там работает. Ваша честь, мы с ним стали очень близки, поскольку жена не оказывала ему должного внимания. Я не оказывала? Настолько близки практически. Как я могла не оказывать? Один из лет мы так жили. Он на завещание написал, бросив свою жену. Вы знаете, незадолго до смерти он порвал с женой. Не правда это все? Если бы не смерть его, мы бы поженились. Игорь целенаправленно отказался от следующего курса химиотерапии, чтобы с максимальным комфортом, возможным комфортом для себя и со мной вместе прожить остаток своих дней. А завещание он составил правильно, законно, все как положено, в трезвом уме. Скажите, пожалуйста, он принимал какие-то препараты в период вашей терапии? Нет, он отказался. Я ему никаких препаратов не давала. У нас были духовные практики. Ни о каких лекарственных средствах речи не идет. А уже от курса химиотерапии он отказался. Еще не знаком, не был со мной знаком. Да, она заставила его отказаться. Именно поэтому его жена попросила, чтобы уговорила я его на этот курс. И какими же практиками вы владеете? Рейки, биоэнергетик я. Гипноз? Нет. Скорее нет. Скорее психологическая помощь. Как же она сейчас расскажет, что она гипнозом не обладает? Скорее психологическая помощь человеку, беседы, чтобы человек смог пережить какие-то неприятные моменты в своей жизни. А почему он снял деньги? Куда он их потратил? Не знаю, наверное, у него где-то лежат. Где-то это где? У меня в кармане их нет. Я к ним не притрагивалась. Если вы были с ним все время рядом, при каких обстоятельствах снимались эти денежные средства? Он же должен был поехать туда. Безусловно, я его отвозила. И деньги он снимал, и к нотариусу мы ездили. Так. Как бы я его сопровождала. Так. Но лично в руки он мне эти деньги не отдавал. Куда он их делал? Он куда-то потом поехал в один. Наверное, положил в чулочек. Не знаю. Ну, в чулочек-то в вашем доме, наверное, он положил. Ну, раз он жил в моем доме, значит, да. Но потом он был помещен в больницу. Ну, он же с деньгами, что ли, с этими был помещен в больницу. Ну, что вы тоже мне голод морочите? У меня этих денег нет, я не знаю. Вы не знаете. Я не знаю. Врет. Документы передайте. Пожалуйста. Такое вранье. Спасибо. Ищи денежки-то у себя. Свидетель заявлен. Есть стороны заявлен. Да, с моей стороны есть свидетель. Пожалуйста, пригласите свидетеля со стороны ответчика. Свидетель ответчика, войдите. Представьтесь, пожалуйста. Здравствуйте, меня зовут Крякина Наталья Сергеевна. Что вы можете пояснить по существу спора? Исса-ответчика знаете? Да, я прекрасно знакома и с Эльвирой, и с Еленой, и в курсе ситуации всей. Так, ну рассказывайте. Вот основной причиной было следующее обстоятельство. Елена... Истец. Истец прекрасно знала о том, что курс химиотерапии третий, он не выдержит. Он умрет. И этот курс третий будет бесполезен. И мужу осталось полгода жить. Это она мне говорила со слов лечащего врача. Вранье, Ваша честь. И она, зная то, что муж скоро умрет, начала, в общем, беспокоиться о том, что вот это вот имущество, половина квартиры, перейдет к другому наследнику, не к ней, а к дочери Игоря от первого брака, который живет где-то в другом городе. Я не знаю точно. Почему? Дочь при чем здесь? Да подождите, истец. И Елена испугалась, что половину, половина квартиры отхватит дочь. И решила отдать мужа ответчику, чтобы он писал завещание на нее на всю свою роль. Да, да. Она, значит, Елена сказала, что нужен... Мне сказала, вот у тебя там есть подруга Эльвира, я ее тоже там немножко знаю. Она биоэнергетика, и пусть она его там как-нибудь загипнотизирует, чтобы он отписал эту квартиру, значит, ей, ну, Елене самой. И поэтому она... Так, поехали в интервью контору, и тут бац, и завещание он написал не на жену, а на своего целителя. Да, ну, в общем, обратились сначала к целителю по поводу того, чтобы она, значит, как гипнотизер, его как-то загипнотизировала. Я была у них в гостях. У кого? У Эльвиры. У Эльвиры и Игорь тоже там. В нашем загородном доме. Они меня пригласили в гости к себе, вот. И Игорь там был, и он не выглядел больным человеком. Может быть, так, ну, конечно, я знала уже, что у него рак, терминальная стадия, но меня удивило, что он был настолько счастливым, настолько здоровым человеком, и я не знаю, насколько у них были близкие отношения, я там свечку не держала, и я не знаю. Вы знаете, я бы поверила вам, если бы он не умер потом, через две недели. Но... Суд удаляется для вынесения решения. Далее в программе. Вы только ждали, пока я сдохну. Ты надеялся, что ты сдохну, а ты будешь спокойненько себе жить. А помнишь, ты посмотри, люди на тебя смотрят. Как отвоевать право проживания с женой? Кто может выселить близкого тебе человека? И чем отец заслужил ненависть дочери, недавно вернувшейся из мест лишения свободы? Узнаете в суде. Так, вы просите разделить имущество. Да, обязательно. Мы даже ложки будем делить. И крупу, и сахар. Я с ними буду все делить. Официальная статистика утверждает, что сегодня мужчин в России почти на 11 миллионов меньше, чем женщин. Катастрофа. Вот почему общий муж для двух сестер – дело вполне себе житейское. Оглашается решение суда. Суд принял решение иск о признании ответчицы недостойным наследникам оставить без удовлетворения. Суд не признает ответчицу недостойной наследнике умершего, так как в соответствии с действующим законодательством недостойными наследниками могут быть признаны граждане, которые своими умышленными противоправными действиями, направленными против наследодателя, либо кого-то из наследников способствовали, либо пытались способствовать призванию их самих к наследованию. Об этом говорит статья 1117, часть 1 Гражданского кодекса Российской Федерации. Противоправность действий должно быть подтверждено документально, а именно вступившим в законную силу приговором суда. В данном случае такого документа не представлено. Я полагаю, что истец выбрал ненадлежащий способ защиты прав. Вы имеете возможность обратиться в суд с иском об оспаривании данного завещания. Кроме того, если у вас есть подозрение, что ответчица какими-то своими действиями способствовала тому, чтобы ваш покойный муж составил это завещание и удостоверил его у нотариуса, или та же самая ситуация касается денежных средств, то вы имеете возможность обратиться в правоохранительные органы. И если будет возбуждено уголовное дело, и впоследствии будет приговор, тогда суд может вынести решение при таких обстоятельствах в вашу пользу. Межличностные ваши отношения к делу не имеют никакого отношения. Понятно? Дело закрыто. Прошу всех встать! Решение суда. В иске отказать. Я не намерена делить квартиру с чужим нечеловеком. Я воспользуюсь советами судьи и напишу немедленно заявление в полицию. Я совсем не ожидала такого подлого поведения по отношению ко мне от Елены, истца. И только благодаря мне Игорь прожил еще два месяца. Истец предъявляет иск о вселении своей жены. Ответчик иск не признает. Слушается дело по иску о вселении. Истец Булычев Николай Васильевич. Действует по доверенности в интересах своей жены. Правильно я вас понимаю? Совершенно верно. В судебном заседании присутствует прокурор. Присаживайтесь, пожалуйста. Ответчик. Булычева Екатерина Николаевна. Здравствуйте. Пожалуйста, истец. Слушаю вас. Ваша честь, я хочу добиться вселения квартир, принадлежащей мне на праве собственности, моей больной, не дееспособной жены. Ноги ее там не будет только. Вот. Ситуация такая. Значит, я был женат на другой женщине, на Лизочке. На моей матери. Но 12 лет назад она умерла. После смерти матери, Катерина изменилась очень сильно. Она отбилась от рук. В общем, кончилось это все очень плохо. Они с компанией избили девочку, та чуть не умерла. И за нанесение тяжких телесных повреждений мою дочь осудили на 8 лет. Три месяца назад она вышла. Так. Я был рад, что дочь вернулась. Но она повела себя очень категорично. Я вернула то, что мы ее по наследству. Она поставила во входную дверь. То, чего ты не хотел лишить. Какую входную дверь? В какой квартире? Кому квартира принадлежит? Квартира принадлежит нам с дочерью пополам. Пополам? Да. По одной-второй, да? Да, по одной-второй. Это наследство после смерти вашей жены? Да, это наследство после смерти моей жены. Ты не ожидал, что я вернулась. Родители ей купили китератив. Она умерла, вы получили наследство. Да. В равных долях по одной-второй соответствует. Не надо никакого наследства, чтобы она жива была, но она умерла. Так. Вот. Ну, значит... Благодаря. А сейчас вы просите вселить... Я женился на другой женщине. На другой женщине. Так. Да. Вот. Пытался заменить дочерью мать. Угу. Вот. Ну, значит, несколько лет назад моя вторая жена была признана недееспособной. У меня документы все есть. Я опекун. Значит, она... Где она живет? Она живет, значит, там двухкомнатная квартира. Живет мать, отец, она, сестра, муж и трое детей. В двухкомнатной квартире семь человек живет. Вот. А дом, ваша честь, вот такой вот. Он в аварийном состоянии. Это какой дом? Это вот дом, в котором моя Анечка, она там зарегистрирована. Как можно жить в таких условиях даже здоровым людям, да? То есть ваша жена недееспособная проживает в жилище, которое непригодно для проживания. Об этом есть документы. Есть права, что она не может жить в таких условиях и с таким количеством людей. Так. Это отвращая справа. Она тоже здесь вот есть. Так. И что вы просите у суда? Я прошу, я прошу у суда, чтобы... Вселить эту женщину в чужую квартиру, которая ей не принадлежит и никак к ней не относится. Чтобы я, во-первых, мог осуществлять опекунство, потому что с ней вместе надо жить. Ну, пожалуйста. Чтобы... В другой квартире только. Хотя бы на пять лет временной регистрации вот дом этот снесут, вот, расселят, дадут новое жилье. И мы будем жить там. Да и дня в этом доме не будет. А пока вот ей же нужна крыша над головой. То есть фактически вы просите... Там дом пищу, там трубы лопают. Вы просите вселить ее фактически на... Я прошу вселить. На свою половину. Правильно я вас понимаю? Так как вы собственник. Совершенно верно. Передайте, пожалуйста, документы через судебного пристава. Ваше отношение к иску. Я против, Ваша честь. Я не пущу вот эту Анечку в материнный дом. Вы не представляете, что творилось. Он привел эту женщину, когда мать была еще жива. И благодаря этому... Хатя, ты что говоришь вообще? Ваша честь, она вред. Нет, не кричим, судя. И после этого для меня начался сущий ад. Они просто забили на меня. Им было абсолютно все равно, где я появляюсь или нет. Я могла неделями не быть дома. Они только удивлялись. Как это я еще не сдохла? В общем, это Анечка. Он привел ее домой. Он с ней носился. Он через две недели ее домой привел. Меня они просто начали выживать. Пока я была несовершеннолетняя. Он не подал на меня после смерти матери никакие документы на получение моей законной части наследства. Они себе приспокойненько жили в материной квартире, пока я сидела. И сидела из-за того, что они просто забили на меня. И теперь мне абсолютно все равно, где будет жить его Анечка. Ноги ее в моем доме материном не будет. Но это суд решит. Я вышла и восстановила свои права на собственность. То есть вы получили право собственности на одно второе. Да, у меня все есть на руках. Следите за освобождение, вступление, право на следство. Но отцу это не понравилось. Он сказал, что моя Анечка будет здесь жить. Но когда вы вернулись, они жили в этой квартире? Да, они жили в этой квартире. Они не хотели меня пускать. Поэтому мне пришлось врезать новые замки и новая дверь, так как я являюсь собственной. Да это ты ее не пустил. Сейчас они не проживают в этой квартире, да? Сейчас я их выгнала, да. Я вставила новый замок в дверь. И все, они не могут войти. И они не войдут туда. Потому что это материна квартира. Но отец-то ваш имеет право там проживать. Но это женщина, нет. Ее там не будет, папа. Поняла вас. Документы передайте, пожалуйста. Ну а как же так? Он является опекуном. Она его жена. Мне наплевать и на нее, и на него, и где они будут жить. Так же, как им было наплевать на меня. Суд удаляется для вынесения решения. Прошу всех встать. Далее в программе. Так, вы просите разделить имущество. Да, обязательно. Мы даже ложки будем делить. И крупу, и сахар. Я с ними буду все делить. Мужчина заключил фиктивный брак. Теперь две жены ежедневно скандалят и шантажируют его чужими детьми. И от них не укрыться ни в Африке, ни в Антарктиде. Вы только ждали, пока я сдохну. Ты надеялся, что я сдохну? Катя, Катя, опомнись. А ты будешь спокойненько себе жить со своей... Катя, опомнись. Ты посмотри, люди на тебя смотрят. Нет, этого не будет. Я не сдохну. Я никому не позволю себе решать свою судьбу. Тишина в зале судебного заседания. Оглашается решение суда. Суд принял решение. Иск о вселении недеспособного лица на жилую площадь опекуна оставить без удовлетворения. Данное решение вынесено в связи со следующими обстоятельствами. Вселение и проживание, то есть пользование жилым помещением, принадлежащим нескольким сособственникам, возможно только согласие всех сособственников. В данном случае требуется согласие ответчицы для того, чтобы в квартире, которая принадлежит ИСУ и ответчикам в равных долях, имелся ее согласие. Никогда этого не будет. Соответственно, на основании статьи 247 Гражданского кодекса Российской Федерации и статьи 30 части 2 Жилищного кодекса Российской Федерации суд отказывает в удовлетворении исковых требований. Также суд разъясняет, что опека над недееспособным совершеннолетним лицом также не дает права этому лицу на совместное проживание. Об этом имеется также статья в законе, а именно 36-я статья Гражданского кодекса Российской Федерации. Поэтому в иске отказано. Дело закрыто. Прошу всех встать! Так что заберешь свою Анечку и катитесь куда подальше из моей жизни? РЕШЕНИЕ СУДА В ИСКЕ ОТКАЗАТЬ Ну, я, конечно, в шоке. Так получилось. Ребенок мой вырос, и я ему с того ужин. Что же значит? Придется делить квартиру пополам. Пусть живет одна, пусть живет как хочет. Я уже ей никто. Не, ни капли не жалко отца, а его чертову Анечку. Меня в свое время никто не пожалел, и теперь они получают по заслугам. Истец требует развода и раздела совместно нажитого имущества. Ответчик уверен, что брак необходимо сохранить. Слушается дело по иску о расторжении брака и разделе совместно нажитого имущества. Истец Петров Олег Константинович, ответчик Петрова Елена Викторовна. Слушаю вас. Да, Ваша честь. Я прошу развести меня с этой женщиной. В который раз? Я вам сейчас расскажу эту историю. Да я помню вас. И разделить совместно наше имущество, потому что она, конечно, не хочет. Дело в том, что я хочу напомнить вам, она меня уговорила с ней развестись, жениться на ее сестре, усыновить ее от детей, потом опять с той развестись, жениться на этой, потом делить все дома, яхты, потом и так далее. Не надо мне ничего делить. Этот сумасшедший дом, я сразу, я даже не знал, что я попаду в этот сумасшедший дом. Понимаете, я превратился в бомжа. Мне очень важно это разделать имущество, мне негде жить. Посмотрите, на кого я похож. Ты сам не идешь домой. Вы не видели меня в прошлых заседаниях. У меня были бабочки, шикарный костюм. Все, сейчас я начну. Потому что я тебя начищала, но власть меня нащипировала. Они твои, эти блондинки, брюнетки и каштанки. Дело в том, что они со своей сестрой то ссорятся, то целуются опять, то опять ссорятся. Потому что мы родственники. А вы тут при чем? Вы женитесь то на одной, то на другой, что ли? Да, потому что меня так уговорили. Вы понимаете, я встал между ними, как такой многоженец. То одна, то другая. То одна говорит, что я сплю с ней, если никогда и не спал. Сейчас и с ней не сплю. Потому что посмотрите, на кого она похожа стала. Она сейчас превратилась в толстую, некрасивую. А я молодой человек, скажем. Худой, высокий блондин. Да, у меня девушка уже есть. Понимаете, я стал превращаться в бомжа. Понимаете, а я хочу иметь настоящую семью. Иметь своих детей. Потому что эти дети записаны сейчас на меня. То есть они не мои. А чьи? Они ее сестры. Она наверняка эту сестру привела к классу, да? Сейчас они вдвоем будут на меня. Наверняка. А ты ничего не знал. Стоп. Ничего не поняла из того, что вы сказали. Еще раз. Ни одного слова. Как будто бы вы разговаривали совершенно на незнакомом мне языке. Еще раз. Вы пришли в суд и заявили иск о расторжении брака. С кем? С тобой. Будет с ней. С Еленой. С первой, третьей женой. Да. Я на ней уже женюсь. Первой, третьей женой. Вы хоть не начинайте. Да. Я устал жениться, на ней разводиться. Это будет последний раз, уверяю вас. Обещаете? Обещаю. Обещаю. У меня есть невеста. Он же еще собрался. Сколько лет вы? Женщина. Похожа на вас. Понимаете, поэтому... Итак, вы вступили в брак с ответчицей. Когда? Да. Лет 10 назад. В восьмом году. Да. А потом? Да. Потом она уговорила меня, что пес не развелся. Женился на ее сестре. Так, через сколько лет развелись? А? Через сколько лет развелись? В 13-м году. В 13-м году. Потом опять вступили в брак. Я сначала женился на ее сестре. Пропускаем этот эпизод. Да, да, да. Потом развелся с той. Так. И женился опять на... В каком году? В 17-м. Я не помню, да? В 17-м. В 17-м. Ну, хоть ответчик помнит. Я устал. Конечно, все помню. Итак. На той же жениться. С 17-го года вы состоите в браке. Да. Да. Вы просите брак расторгнуть. А почему вы хотите расторгнуть брак? Потому что я ее не люблю. Потому что он блондинку встретил. Длинноногую. Там устроили сумасшедший дом для меня. Я превратился в бомжа. Это я уже слышала. Бомжа ты превратился, потому что она не ухаживает за тобой. Ты сам ушел из дома. Кто она? Его блондинка. Вы же жената. Вот она, наверное, здесь. Нет, он какой-то... Пускай она здесь сейчас придет, будет орать. Посмотрите. Какой-то девке ушел. Она сейчас придет и будет орать. Я не уверена, что я хочу этого. Но все равно... Так, вы просите разделить имущество. Да, обязательно. Мы даже ложки будем делить. И крупу, и сахар. Я с ними буду все делить. Потому что они бессовестные хабалки. Они наглые. Какое имущество нажито в браке? В последнем никакого. Квартира, дача, дома, яхты. Нет, это в первом браке. Не ври. Почему? Потому что в первом браке. Я сначала ей верил, ваше честь. Когда мы развелись. А потом я понял, что она опять целуется со своей сестрой. А они меня предали просто. Они меня подставили. Женись на этой, потом на этой. Бери детей, води их в садики, ремонтируй их. Они болеют. Кого ремонтируют? Детей. Ну это же не жалоб. Какое имущество было приобретено в браке? Квартира. Когда? Не было. Когда? Как не было. Мамаша. В этом браке не было приобретено ничего. Да. Зимний дом. Когда? Построен на мои деньги. Это в первом браке. В первом браке. Так. Мы квартиру купили. Какую? Трехкомнатную квартиру. Очень шикарную. Почти в центре Москвы. Потом мы начали строить дом. За мои кровно заработанные деньги. Такой наши. Ты что, работала что ли? Наши. Наши. Ну знаешь, что не работают. Наши, это значит мои, но они наши. Я понял. Так и есть. Квартиру мамы я сдавала, и эти деньги шли в семейный бюджет. У меня все отчеты. Все деньги в браке, все ваши. Да. Общие. Наши, общие. А я и говорю, что они шли в семейный бюджет. Поэтому я пахал дом с земельным участком. Да. В каком году? Шикарный зимний дом. Капитальный, где живет эта хабалка, ее сестра. Потому что ее на прошлом судебном заседании выгнали оттуда. Откуда? А она, добрая тетя. Откуда? Из того дома? Суда? А, из дома? Дом с земельным участком. В каком году? Она знает лучше, потому что документы на нее. Начали строить в девятом, закончили в двенадцать. То есть, когда первый раз брак, ваш был зарегистрирован. Я просто лоханулся тогда, ваше честь, что все документы... Это ваше нормальное состояние, судя по всему. Там все без меня сделано. А квартиру когда купили? А квартиру купили сразу же, как пожизнились. Да. В 2008 году трехкомнатная квартира, в 2012 году дом и земельный участок. Дальше. Что еще? Больше ничего. Вы говорили про яхты. Это образно. У нас не было яхт никаких. Я бы хотел яхту. Да понятно. Кто бы не хотел. Хотеть не значит иметь. Они меня обокрали, конечно. У меня нет денег на яхту. Они меня обе обокрали. Женитесь на красивой женщине. Вдруг попрет. У меня есть блондинка. Я уже говорил. Которая его держит в черном теле. Таким грязным, заросным. Вы просите разделить... Что вы просите разделить? Дом и квартиру. И квартиру. Пополам. Детей я забираю себе, потому что они на мне. Моя невеста согласна. Отлично. Документы передайте, пожалуйста, через судебный пристал. Она не против. Она не против родить мне еще парочку. Ой, рада за вас. Я тоже рад. И будут такие же грязные, как ты. А грязные, потому что мне не дают там даже постираться. Они там, когда собираются, я прихожу на квартиру, они опять вместе ругаются. А где вы живете сейчас? Я по друзьям, у них подруги иногда. А вообще все это время где вы жили? Мы жили в нашей квартире. То есть вы оттуда не выезжали? Нет. Я там прописывал. Вы в 2008 году проживали в квартире. Да, конечно. А домом пользовались? Да, и домом, потому что тухобалку мы выгнали. Но так как начались вот эти склоки, она пришла, то я ее пожалела. Пожалела. Говорит, все-таки сестра. Конечно, сестра. Пусти, пожалуйста. Родной человек. И так же, как она мать детей. Не очень, но поняла. Так, ответчик, пожалуйста, ваше отношение к иску? Ну, я категорически, конечно, не согласна. Почему вы не согласны? В брак вступали? Да, конечно. Так, с 2008 года, по 2013 год вы состояли в браке с отцом, да? Потом в 2013 году развелись. Развелись, он женился на моей сестре. Так, и в 2017 году развелись, опять женился на вас. Скажите, пожалуйста, на протяжении всего этого времени, во-первых, делили ли вы имущество, когда первый раз оформляли сожжение брака? Нет, мы не делили, все так и осталось оформлено. А мне, он женился на сестре, потом с ней прожил. А где проживал? Он со мной проживал. Да. Женился на сестре, но проживал с вами? Да. А сестра проживала в загородном доме вместе с детьми. Все же было фиктивно. Близнецами. А, то есть это как бы вы так вот... Ну, как бы ее привезти с Болдовы в Москву. Нужно было просто срочно детям медицинское обслуживание качественное. А дети от сестры? Да. Они ко мне ничего не верили. А вы как жили, так и жили? Да, мы так и жили. Просто детям нужно было граждаться, чтобы получить медицинское обслуживание. Это обеспечение хорошее. Вот. Так почему вы не согласны делить имущество, если оно в браке приобретено? Вот я не хочу с ней жить. Потому что я терплю всех его девок, все. Нет, подождите, отвечу, к разделу имущества. Вы согласны с разделом? Нет, почему ты не согласна? Все должно быть в семье. Потому что это очередная лимитчица, которой нужны наши метры. Вот и все. Я его холила, чистила, лелеяла. Реально, как он и говорил, он ходил в костюме. Отвечик, вы почему не хотите... Не согласны с разделом имущества? Почему? Чтобы какой-то девке достали то, что мы нажили с девчей. Это единственный аргумент? Она порядочная женщина. Это единственный аргумент. Красивая. Почему? Это все в нашей семье, и детям пойдет нашим. Вы признаете, что это имущество ваше совместное? Ох. Раньше было, да. А сейчас? Вы считаете, что оно сейчас несовместное? Когда он развелся, он все оставил мне. Как же, значит, оставил? То есть вы считаете, что в данном случае... А, три года. То есть вы считаете, что он пропустил срок исковой давности? Мало того, что срок исковой давности, и как бы он сказал, что он всегда меня любит, ничего делить не будет. Я ей доверял. И он всю жизнь будет... Документы передайте. Она мне передала. Сейчас у меня же голова от вас болит. Я понял. Сейчас будет... И можно позвать мою сестру? Да. Пожалуйста, свидетеля со стороны ответчика. Это моя смерть идет. Вот она, красота. С панели сейчас только. Днем, что ли? Выбирай выражение, а? Что выбирай выражение? Ничего. Вы вдвоем меня ограбили. Так, тихо. Пожалуйста. Я не буду молчать. Представьтесь. Я предлагаю тоже. Здравствуйте. Меня зовут Светлана. И я Ленина сестра. Сестра ответчица. Да, да, да. И дело в том, что произошло следующее. О том, что это фиктивный брак, пусть он, пожалуйста, не расширяется, который был со мной. Это все не так. У нас с ним была интимная близость, и все так получилось. Какая близость? Посмотри на себя. Да закроешь ты свой рот или нет, поганый? Поганый. В общем, так. Дети или еще одно вот такое вот высказывание, и вы пойдете сюда задание. И еще я вас оштрафую. И, безусловно, и все у нас было. И никто не заставлял его жениться на мне. Никто, более того, не заставлял его усыновлять моих детей. И сейчас я думаю вот что. Сейчас дети находятся с ним. И он хочет с какой-то шлюшкой, с непонятной вообще, опять же, которая его окрутила и хочет завладеть Лениным абсолютно имуществом. Лениным. Владимиром Лениным. И там нет ничего. Это в том-то и дело, что ты сам-то, ну, одумайся. Они на мне. Я вас очистка хочу забрать. Мне нужно жилье. Это аморальное поведение. Абсолютно аморальное. Что за все вы хотите пояснить, свидетель? Я хочу пояснить, что мои дети будут находиться в нездоровой обстановке, в нездоровой атмосфере. Вот с этим проститутом просто в штанах. Представь, что я буду решение. Стой, что перчик твой стоит. Я ничего не понимаю. Стрехсантиметровый. В следующей программе. Как это было, мама все детство, все отдавалось Димочке, а я была по боку. Димочке надо на секцию, а мне на короткие денег не давалось. Почему дочь жестоко отказывается помогать тяжело больной матери и в чем она ее обвиняет? Узнаем в суде. На что вы деньги-то брали? На похороны. 200 тысяч рублей. На похороны. Да хватит. Многолетняя любовь, забота и отчаянная борьба за жизнь близкого человека. Поступки настоящего мужчины. Может ли он теперь претендовать на дом умершей подруги? Или дочь умершей выкинет его на улицу? Пожалуйста. Пожалуйста, ну, держи. Давай. Пожалуйста, тебе, бать. Тебе правду. Пади дать, да? Как тебе не зли? Тебе как их дать? Пожалуйста. Пошли, как тебе дать? Пожалуйста. Дачница была уверена, что помогла соседке садовым инструментом для переустройства участка. А оказалось, что вместе с газонокосилкой, насосом и лопатой с секатором она навсегда подарила ей и собственного мужа. Так что иди давай, иди на панели, там работай. Да ты ценить ее должен, она терпит. Терпит она все. Прошу садиться. Тишина в зале судебного заседания. Оглашается решение суда. Суд не расторгает брак между истцом и ответчиком. Слушание дела о расторжении брака откладывается. И супругам назначается срок для примирения 3 месяца. Иск о разделе супружеского имущества суд принял решение удовлетворить. Произвести раздел супружеского имущества и признать за каждым из супругов право собственности на одну-вторую долю квартиры и на одну-вторую долю земельного участка и жилого дома. Суд откладывает дело о расторжении брака в связи с тем, что одна из сторон, а именно ответчик, с расторжением брака не согласна. В соответствии со статьей 22 часть 2 Семейного кодекса Российской Федерации, если супруги не помирятся, то через 3 месяца ответчик истец придете в суд и брак будет расторгнут. Что касается дела о разделе супружеского имущества. В данном случае суд не применяет срок исковой давности и производит раздел супружеского имущества, так как течение трехлетнего срока исковой давности для раздела супружеского имущества исчисляется с того момента, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении своего права. В данной жизненной ситуации, о которой мне поведал истец и подтвердил и ответчик, и свидетель в судебном заседании, меняя свой семейный статус по отношению к супруге, потом по отношению к ее сестре, продолжал постоянно пользоваться имуществом и квартирой, продолжал проживать совместно с ответчиком, вел с ней общее хозяйство и так далее. Поэтому для истца срок исковой давности для раздела этого супружеского имущества не истек, и он вправе был заявлять такое требование о разделе имущества. А имущество, нажитое в браке, независимо от того, на чье из супругов оно зарегистрировано, является общей совместной собственностью супругов. Суд признает за каждым из супругов право собственности на одну-вторую долю квартиры и на одну-вторую долю жилого дома, исходя из равенства долей на основании статьи 39, часть 1-я семейного кодекса Российской Федерации. Понятное решение суда? Справедливо. Дело закрыто, а расторжение брака отложено. Прошу всех встать. Решение суда. Иск удовлетворить частично. Я, конечно, устал ходить на эти заседания, это, по-моему, четвертое или пятое. Но с решением суда я согласен. Я подожду еще три месяца, так уж и быть, помучаюсь я эти три месяца. Но через три месяца я стану свободным человеком и женюсь на своей любимой. Не согласна частично, конечно, с решением суда. Да, теперь какая-то очередная лимитчица завладеет просто нашими метрами, на которые мы пахали вдвоем. Это просто несправедливо. Это урвали у наших еще детей. Как бы не учли вообще интересы детей почему-то тоже. Просто в следующем заседании будем решать этот вопрос, потому что дети прописаны тоже на нашей недвижимости. Прошу всех встать. Незнание закона не освобождает от ответственности. Вы сейчас поняли, что я сказала? Естественно, мы это все будем делать. Вы включаете и защищаете свое право. Смотрите дела семейные, чтобы не совершить роковой ошибки. Истец, вы что, правда хотите на ней жениться? Правда. Слушайте, мне кажется, что вы очень гармонично существуете. Может, вы не будете разводиться? Судья Елена Кутьяна не вернет любовь. Я тебе не мать. Да все, истец, я поняла вас. Не продолжайте. Но восстановит справедливость. В первую брачную ночь она обманулась. Вы тоже ее обманули? Она рассчитывала, что будет брачная ночь, а ее не было. Субтитры создавал DimaTorzok